Последний поход безверной дружины отправили воина в челне погребальном. Прощальная песнь обряд завершила, огонь разрушает все связи земные. Осталось недолго до встречи с богами, но сильным простые пути не проложены. Темные демоны, в коварстве искусные, похитили душу Казгарду Плывущую. Он снова получит свой меч и судьбу, теперь в Нифельхейме, суровой земле древних духов. Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Нифельхейм. Так, смотрим ребятушки, один игрок, да, новая игра, естественно. Создание мира, пустошь. Ну давай пустошь древнего медведя или волчицы, я даже не знаю, кого взять-то нам лучше. Какая от этого разница, я не знаю. Давайте Одноглазой Волчицы возьмем. Суровая земля, темного леса, покрыта снегом и льдом. Дикие животные обитают на этой земле, благодаря обилию сладких ягод и грибов. Земля из гор, камня и льда, окутанная холодным туманом, обилие мелких животных привлекает множество волков и других хищников. Земля-болот, покрытая густым туманом, в котором птицы легко прячутся от хищников, притаившихся в засаде. Пустынная земля, окруженная скалами в высокой сухой траве, водятся крупные хищники, а еще больше здесь тех, на кого они охотятся. Я не знаю, ребят, честно говоря, кого взять. Давайте медведя возьмем. Первое, так уж и быть. Ух! Добавить бота? А как, например, добавить бота? Это что такое? Ну, давай, добавим. Рагнар. Вот так. Начать! Оу, выбор у нас. Смотрите, ребята. Викинг. Опытный боец, закаленный в бесчисленных морских походах. Он стоек на кренящихся палубе, под тучей стрел и врукопашную. Он полагается на свое оружие и найдет выход в любой ситуации. Валькирия. Нифига у нее тут буфера. Дочь прославленного воина или правителя, решившая посвятить свою жизнь ратному делу. Ее семьей становятся сестры по оружию, а наставляют жрицы и прорицательницы в тайне от непосвященных. Берсерк. Полагаясь на божественного покровителя Одина, берсерк невероятно силен, бесстрашен и сам вселяет страх, но цена этому велика. Он изгой среди людей и согревает его лишь жаркие битвы, в ожидании которых он живет. И шаман. Он отправился в поход за славой и богатством, но не на дракаре с верной дружиной. Его союзники древние духи и стихии. А на тропе, в которую он ходит, решится вступить не каждый обитатель Асгарда. Хо-хоу. Слушайте, я не знаю, ребят. Давайте возьмем... Давайте... Блин. Я хочу и этого, и этого. Давайте берсерка возьмем. Не, лучше Валькирию. Да. Это единственный женский персонаж здесь. Почему-то мне хочется именно за нее. Смотрите, она такая бабища просто. Или все-таки берсерка. Или Викинга. Ладно, ребят, все. Берем берсерка. Погнали. Ух, что же нас тут ожидает. Скоро эта игра должна выйти в релиз. Очень и очень скоро, ребят. Поэтому я ее, как говорится, и взял. Холмы древнего медведя. Построить. Что мы можем тут построить? А ничегошники мы здесь не можем построить. Так, как у нас драться? Как бить-то? Так, что-то я пока немножко не понимаю. Лягушка. Ага, лягушка. Все, понял. Лягушку мы забрали. Ага. Вот мы можем рубить с вами. Отлично. Ребята, у нас, кстати, смотрите, есть ХП наверху. Красненькая полоска. Также есть у нас сытость. Она тоже заканчивается. Я так понимаю, нам нужно где-то будет брать продовольствие. Чтобы ненароком не погибнуть с голодухи. Так, пока у меня все хорошо получается. Я вроде бы допетриваю, как тут все это делать. Пока рубим с вами лес. Елочки всякие. Прыг и в норку. А это что у нас такое? Войти. Никуда я пока не буду заходить. От греха подальше. Слушайте, а тут вообще тупик-то есть какой-нибудь? Или без конца можно бежать? Напоминает мне, знаете, по графику, какую игру? WorldCraft. Да, точно. Так, слушайте, ну я думаю, что деревьев я уже достаточно нарубил. Так, иди сюда, барашек. Дай я тебя шлепну, а. Как-нибудь можно тебя подбить? Нет, походу, дело. Так, зайчик, иди сюда. Иди, 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 иди сюда. Я тебя не обижу, иди сюда. Иди. Ну дай я хоть нахлобучу-то тебя. Да. Что? Да. Ха-ха-ха. Пинком. О, смотрите, я подбил, ребята. Я подбил, дайте мне мясо-то забрать. Так, а этих могу подбить? Бум, курицу пнул. Пум, еще одну. Забираемся. Естественно, все, что там. Уже готовые тушки просто лежат. Видели, как надо, ребята? Просто бомбишь, и сразу же все готовое. Дайте мне вот эту вот елочку срубить тоже. Так, где мой основной, так скажем, домик? Да, я уже прости. Вот это, что ли? Так, ворон ли... О, какой здоровый воронищий. Что такое? Поговорить. Кар, то есть... Приветствую, воин. Меня зовут Хук. И я здесь для того, чтобы дать тебе несколько советов. Во-первых, не переживай попусту. Ты нужен Асгарду. Нужен на этих туманных берегах куда больше, чем в пиршественном зале Вальгалы. Во-вторых, даже после смерти стоит беспокоиться о здоровье. Эти мелкие куропатки превосходный источник белка. Их яйца тоже. Кстати, мне бы не помешала парочка. Понимаешь, куда я клоню? Требуются два яйца и награда курица. Угу. Я намек-то твой понял, прекрасно, птичка. Что такое? Владычица мертвых земель обратила на тебя свой взор, воин. Порадуй же ее новой победой. Добудь три бревна, и мы вознаградим твои труды сполна. Выполняем, ребята? Мы получили с вами медный колун. Медный колун. Это получается что? Топор. Так ведь? Слушайте, а я могу вот это вот? А, лук мы можем с вами... Так что... Ага, вот мы можем с вами собирать. Отлично. Тык-тык-тык-тык. О, все здесь подберем. Так, левушка. Опа, подбили. Смотрите, там пчелы. И там у них, по ходу дела, улей. Не будем к нему подходить. Так, хорошо. Получить награду. А что у нас здесь за награда такая? Получить. Выполнено. От ворона. Выполнить. Все, да? Хорошо. Закрываем. Слушайте, а может быть я сюда могу зайти? Войти. Так, мастерские. Прикольно. Это что? Построить лесопилку. Так, строительный камень нам нужен. Зашибись, а где камень? Так, а ну-ка войти. Камень, камень, камень должен быть под землей, ребята. По любасику. Так, что мы... О! Вот, ребята, мы будем здесь, наверное, камень с вами добывать. А что мы вообще делаем-то? Добыта глина. Что-то копаем туннели здесь. Прикольно. А мне нравится, ребят. Слушайте, и графика такая прикольная. Если честно. Так, смотрите-ка, мы с вами к... Новый уровень мастерства. Шахтер. Понятно. Так, ну что, я думаю, наверное, камня-то достаточно. Мы с вами собирали. Как-то тут темно. А можно, интересно, свет установить или еще как-то в этом роде? Так, выходим. Значит, нам попросили поставить... Лесопилку, да? Ну-ка. Строим. Вау. Вот и лесопилочка, ребята, у нас. Так, создать. Что мы можем создать с вами? Примитивную стрелу, примитивную кирку и примитивный колун. Хорошо, я понял. Это что у нас? Сейф. Ха! У нас здесь будет собственный сейф. Так, построить кузницу. Давай, построим. Так, что мы можем здесь сделать? Пастущая дубина. Ага, вот так вот, да? А дальше у нас... Так, шкура волка нужна. Клыки. Части скелета. Медная руда. Каменный уголь. Ага, даже вот так вот. Ладно. Что такое? Владис... Так, владычица мертвых земель обратила на тебя в свой взор, воин. Порайду же ее новой победой. Добудь две шкуры кролика. И мы вознаградим тебя сполна. Кролик. Кролик у нас... По идее, снаружи должен быть. Его найти еще нужно. И шлепнуть, естественно. Давайте посмотрим. У нас что, ночь что ли наступила, мне кажется, нет? Вроде как... Ой! Это кто такие-то? А с какого тут перепуга мертвецы-то вдруг гуляют? Причем так свободненько. Так. Ой, да они легкие, ребят. Вообще сосунки. Я от них еще что-то там подобрал. А как посмотреть? Так, инвентарь. Р. Ага, вот так вот. И что же у нас есть? Да ничего у нас, по-моему, нету. Никакого оружия мы... Хотя нет, ребята. Мы взяли с вами. Как вот только его взять? Кто-нибудь мне подскажет? Так, это мы переключаемся не то. Так, это не то. Подожди, а как я только что заходил в инвентарь-то? А, вот, все, понял. Так, инфо. Инфо нам нафиг не нужно, это инфо. Ржавый меч. И как я его сюда могу поставить? Могу. Я, правда, честно говоря, не знаю, что лучше. Так, прочность. Урон 10. Они абсолютно одинаковые. Что это, что тут? Ладно, хорошо. Мне нужен в данный момент, ребята, кролик. Где-нибудь тут кролик пробегал? Не вижу пока никого. Кролик, ты где? Покажись. Раз уж бегаем, заодно и порубим деревья, да? Кстати, еды у нас маловато. А еду-то можно как-то брать, делать, расставлять или что-то вообще в этом... О-оу. Ребята, вы смотрите, кто впереди. Волк. Но почему-то не нападает. Отлично, мы его подбили. Волчару этого. Создать. А что тут можем создать? Оберег бизон, оберег кабан. Офигеть тут. Обереги еще можно сделать, оказывается. Смотрите. Но здоровья маловато у меня. Маловато. И голод. Ребят, надо срочно что-то... Так, дровосек уровень 2. Давай-ка посмотрим, что мы можем с вами съесть. Так. Как это употребить? Взять все. Взять половину. Съесть. Ага, вот так вот это, ребята, ест. Все, отлично, я понял. А вот, значит, расставляется, да? Понятно все, ребята. Все замечательно. Так. Ну. Так, тут у нас еще тупик, ребята. Переместиться в локацию. Чаще одноглазой волчицы. Не надо мне никакой волчицы сейчас пока. И мне не нравится, что уже какая-то ночь наступила, ребят. Это же стрела, можно подобрать ее? Могу. Двадцать примитивных стрел взяли. Самое удивительное, что мне нужны кролики, а я их здесь не вижу, ребят. О, скелетов зато вижу целую кучу. Прохлаждаются здесь, ходят. Слушайте, а может быть ночью здесь не особо жалуются гулять-то у нас, а? Я тут бегаю, как у себя дома. Может, надо было в домике сидеть? А не прогуливаться. Вот я даже и не знаю. Так, а здесь-то у нас что, предположим? Что это-то вообще такое? Три каких-то мертвеца. С ножами или с мечами. Оу, да тут, походу, ребят, подземелья какие-то. Войти. Крысы. Крысу подбили. Желуди подняли от крыс. Так, а это я не могу почему-то разбить. Эти стены не разбиваются. В общем, понятно. Здесь у нас, ребята, какие-то шахты. Наступил второй день. Что, уже утро наступило? Точно, ребята, утро наступило. А, кабанчика завалили. Так, курочку эту тоже брякнули. Да где же мне взять только эту? Кролика. Вижу жабу. Вижу всех, кого угодно вижу, кроме кроликов. Вижу ежиков тут. Бегающих. Так, а вот здесь у нас что такое? А, это же мой дом, е-мое. Выходи давай, мастерские. Орел опять этот, не орел, а... Что, все, улетел? Не захотел со мной общаться? Да, по-моему, тут с кроликами большая, прибольшая, ребят, проблема. Ну, где вы, е-мое, е-мое? Кабаны одни, блин, и птички. Так, а вот это что такое? Могу войти. Какая-то пещера похожа на медведя. Ну? Ой-ой-ой, это... Паук! Быстренько я его нахлобучил. Здесь ничего больше не режит. По-моему, все нормуль. Тупичок. Блин, темно, ничего не вижу, ребят. Что тут происходит? Неужели нету факела какого-нибудь, я не знаю. В этих тимах тут бегаешь? Ой! Ой! Скелетики, это очень опасно. Надо нафиг отсюда выходить. У меня ничего нету, ни брони. Ничегошники. И со здоровьем-то очень как-то хреновенько, если честно. Так, с сытостью, а как нам, например, залечить раны, предположим? Ух ты, котел какой-то. Создать? Что мы можем здесь создать? Овощные похлебки и так далее и так подобное. Иди сюда, овечка. Я тебе немножко побью. О! Шерсть взяли. Так, а это у нас что, тоже какая-то пещера? Только уже в дереве. Ведьмина нора. Создать. Брага, мертвая вода, охотничий отвар, слабое зелье силы. А где сама ведьма? Слушайте, ну игруля, наверное, должна быть прикольная. Я так понимаю, все это, наверное, будет со временем открываться. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он кролик. Ах ты, зараза, убежал, блин. Ну и хрен с тобой. Будем дерево рубить дальше. Вон он, вылез. Ну давай, 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 иди сюда. Как вот мне его поймать? Подожди, у меня же есть лук. И как этим луком пользоваться? Наверное, нужно стрелы поставить. А почему-то мне кажется так. Вот они, стрелы. И ставятся они вот сюда. Ну и... ЛТ. Не пойму я. А как стрелять-то, е-мое? Ага, во. Все, ребята, допетрил. Теперь мы можем с вами стрелять в дичь. Отличненько. Мне нравится. Так, а тыкву мы можем вот эту вот? Я же помню, что вроде бы как собирать могли тыкву-то мы эту, нет? Сова вон там. Ее я не могу тронуть. Переместиться. Значит, ребята, здесь можно перемещаться в другие локации еще. Что очень даже хорошо. Так, ну что, получаем награду. Мы задание вроде бы как выполнили. Так, угощение выполнено. А жрецов смерти выполнено, да? Выполнить. Броня охотника нам достается с вами. Так, смотрим, где эта броня у нас. Точно, ребята, смотрите. Вот она броню, бронюлечка. И мы ее ставим вот сюда. Да, здоровье, конечно, не ахтип пополняет, но все-таки. Сесть на трон. А зачем мне в данный момент садиться на трон, да, ребята? Хотелось бы еще узнать, что тут можно сделать. По крайней мере, что тут можно построить. Или еще что-нибудь в этом роде. Ну, крафта здесь будет очень много. Да что мне эти твои подземелья? Нужны они мне? В данный момент нисколечко они мне не нужны. А где задание у нас, а, ребята, с вами? Посмотреть можно. Дай-ка мне дерево здесь порубить. Хорошо так, а? Снежочек падает. Ммм, благодать. Так, подожди, вот это можно, наверное, собрать, да? Оп-оп, насобирал какие-то там фруктов. А что вот здесь можно построить? Веревка. Так, хорошо. А как нам сделать веревку? Вот такой вот. Так, ворон летит, ребят, смотрите. Поговорить. Тьма, ужас, погибель. Мое гнездо наиграсили с дуло ветром. Из царства мертвых срочно нужен хворост. Принести мне два десятка веток. А я аж в долгу не останусь. Держи. Все. Добавлен факел нам. Да, факел-то понятно. Как мне вот веревку делать? Больше всего вот это меня сейчас интересует, если честно. Давайте-ка с вами посмотрим. Вот здесь, может быть. Так, тут у нас... Вот, веревка, веревка. Что нужно? Горючая смола. Пум-пум. Горючая смола. А как теперь горючая смола, интересно, делается? А ну-ка, давай посмотрим здесь, может быть. Так, медный нагрудник, сапоги. Слушайте, нет, не здесь. А ну-ка, может быть, где-нибудь вот здесь? Тут у нас только трон. Так, хорошо. Мне нужна, короче, горючая смола. И где же мы ее можем сделать? Вот теперь, какой вопрос меня интересует. Давай-ка посмотрим, что вот здесь у нас получается. А, это построить кухню. Давай построим кухню. Как же без кухни-то? А ну-ка, что там? Похлебки всякие, пюре из бобов. Так, что нужно? Одни семена бобов найти. Я постараюсь, но вначале мне нужно понять, построить сундук. Построить алхимию. Так, наверное, ребята, вот здесь вот. Алхимия как-то не вяжется с веревкой. Короче, нам нужно три доски. Погнали. Да, и побегать здесь, ребята, тоже, я как понимаю, придется. Ну, все равно на дворе у нас ночь. Спешить там некуда. А доски мы сейчас сделаем. Три штуки надо, да? Раз, два, три, четыре, пять. На запасе, как говорится, сделал. Теперь пойдем посмотрим. Что там у нас за алхимия такая? Улучшить. А, мы можем даже кухню сразу улучшить, ребята, представляете? Построить алхимию. Давай, делаем. Строим. Вот она. И что же мы можем здесь делать? Все, что угодно, кроме этой горючки. Так, а это у нас что такое? Открыть сундук. Ага. Здесь, короче, мы можем с вами хранить что-то. Понятно. Все, понятно. Ну, где же мне брать эту смолу огненную? Вот что меня интересует. Инвентарь. Ничего здесь такого нету. Интересно тогда получается. Неужели она где-то должна валяться? Только вот где? Ай, опять скилли. Смотри, ребят. Ну, они ватные. Вот хотите верьте, хотите нет. Ребят, я не знаю, где брать смолу эту. Черт его. А смола мне нужна для того, чтобы я смог сделать себе веревки. Кажется, вроде бы, как бы, самое элементарное. Все самое начальное. Должно, по идее, все это валяться под ногами. Но нет, как бы, не так. Вот это что такое? Войти. Пещера, да? Склеп это у нас. Ну, давай пройдем, посмотрим, что у нас тут. Тихо, 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 тихо. Ну-ка, бомбануть одного, может быть. Оу! Оу-оу-оу-оу-оу! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Зашли, называется, в склеп. Что-то я не могу понять. А что, я даже не могу ничего атаковать? А, подожди-ка. Вот у меня тело валяется. Иди сюда, скелет. Ты должен покарать. В общем, в склеп мне, ребята, радовато идти. Хотя этих зомбарей уничтожаю легко. Видимо, там совсем другие. Там мощные зомби-мертвецы. Мертвецы. А здесь такие шелуха-шелупень бродит какая-то. Ладно, я до сих пор с веревками так и не разобрался. Где брать горючую эту смолу? Ума не приложил. Ну, навряд ли это в пещерах, ребята, согласитесь. Это должен быть, мне кажется, горючая смола. Естественно, где-то в дереве должна находиться эта волка у нас тут стоит. Ать! 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 Извини, волчара. Охотник уровень 1 мы с вами зарабатываем. Так. Сосинки посрубаем. Вот смотрите, у нас добавлена смола, смола. А как сделать огненную, а? А что если я перейду в другую локацию? Что это будет? Воин, владыка, так, 5 бровен, выполнить. Дай-ка я перемещусь. Посмотрим. Как это приблизительно тут все это выглядит. Кролик идет. Ать, 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 убежал гаденыш. Так, дровосек третьего уровня получаем. Замечательно. Эй-эй-эй-эй-эй. Эй. Эрик, отцепись от меня. От меня. Да хорош ты, е-мое. С какого нафиг перепуга-то? Здесь Эрик какой-то еще. Храмовый город. Это куда я попал? Лавка торговца. Торговать. Это жесть просто какая-то, ребят. Тут охренеть. Тут лавки всякие. А как выйти мне отсюда? Как выйти-то говорю? Эй. А, выход. Вот, все, понял. Нет, не то. Вот, выход. Так, ладно. Это у нас был торговец. А здесь кто? Храм воскрешения дракона. Воскресить дракона? Поведитель дракона, две овцы. Офигеть. Создать. Понятно. Жрачка. Слушайте, ребята, я, по-моему, заблудился. Куда мне нужно-то попасть? Ну-ка. Вот, древнего медведя. Да, именно сюда. Кролик, иди сюда ко мне. Хватит убегать. А здесь что, создавать опять можно? Ну-ка. А, берег. Иди сюда, мяукаешь там. Слушайте, ну мне на самом деле интересно, ребята. Где же все-таки делать нам смолу? Кумань приложу. Она нужна. Забираем все. Ничего никому не ставим. Ну что ты там бегаешь, а? Кабанчик. Прости, родной мой. Птичка, давай-ка мы тебя тоже вот так вот накажем маленько. Так, войти. Нет, это, по-моему, подземелье какое-то. Это явно не похоже, что это наш городок. Да, я не думал, что так будет сложно понять. Ох ты, древний портал. Поговорить. Вот и ко мне пожаловал, дорогой гость. В нашей глушине часто встретишь новое лицо. Позволь же взглянуть на тебя, герой Нифельхейма. Ха! Не удивляйся. Мне много ведома. Я уже успела позабыть. Столько, сколько тебе и не узнать никогда. А помню еще больше. Порадуй старуху одной горсткой горючей смолы. В награду я поведу тебе историю этого места, а значит и твою историю тоже. А где мне взять горючую смолу? Вот объясни-ка мне, бабуленька. Мне очень интересно это будет узнать. Может быть здесь как-то есть крафт? Так, инвентарь. Это у нас что такое? Ааа, это у нас герои. Хм. Как странно, ребята, но ничего такого здесь я не вижу. Никакого абсолютно крафта. Да ну, это бред какой-то. Ну согласитесь, ребят, ну бред. Мне нужно горючая смола. Ведьме это и нужно горючая смола. Так, ворон летит. А ну-ка, что тебе надо, ворон, рассказывай. Поговорить. Ну и доложий путь сюда из Асгарда. Пока летел, жутко проголодался. Помоги бедной несчастной птичке. Разве тебе ее не жаль? Чтобы удалить голод, мне понадобится пять желудей. И я, разумеется, найду, чем тебя отблагодарить. Держи. И нам достается брага. Понятно. Хотя бы брагу нам дали. Все вроде бы хорошо. Все отлично. Никаких претензий нету, кроме одной. Где взять горючую, блин, смолу? Черт бы ее побрал. Веревка. Смотри, веревка. Горючая смола. Где же тебе взять, а? Веревка. Горючая смола. Шерсть у нас есть. Вот нет. Слушай, может быть это все-таки в подземелье где-то находится? А, ребят? Ведь горючая смола. Ладно, давай еще здесь посмотрим. Так, ну здесь костяная броня, дубинка. И вроде бы как все. Скорее всего, ребята, это нам нужно с вами идти действительно в подземелье. Ладно, хорошо, давайте. У нас здесь с вами что-то есть. Пойдемте походим, посмотрим. Может быть на что-нибудь наткнемся. Потому что на поверхности, вы сами прекрасно видели, ничего такого у нас нет. Нету. Сейчас попробую здесь прозбивать. Может быть где-то лежит. Главное, чтобы опять не заколбасили меня. Так, а у нас есть с вами факел? Так, медная руда получена. Хорошо. Причем довольно много, так по 8 штук получаем. А ну-ка дай-ка гляну, что у нас тут вообще. Может быть действительно есть факел какой-нибудь. Да, он есть. Вот он. Надеть. А я его могу только сюда надеть, что ли? Подожди, а вот сюда я не могу его надеть? Нет, не могу, ребята. Ладно. Ну, доставай свой факел. Вот так вот. Соль каменной получаем. Селитру, но, ребята, никакого, никакой огненной смолы пока тут нет в помине. Все, что ли, тупик? Да, ребята, дошли до тупика. Хитро. Вообще, я не могу, ребят. Наверняка здесь все элементарно. Войти. Давай войдем. Нет. Выходим отсюда, на другой этаж мы с вами, на нижний. Ну, что, ребята, продолжаем играть с вами в игру Нифельхейм. У меня были проблемы, помните, да? Со смолой. Наконец-то я понял, что смолу можно заказывать именно вот здесь, вот в алхимии. Надо было просто поднять уровень. И я ее сделал. Сделал себе на запас. Короче, сейчас мы с вами пойдем к нищенке и отдадим ей эту смолу. Она у нас спросила по заданию. Кстати, подождите. Вот здесь, по-моему, у нас есть даже такое, да, знакомство от нищенки. Так, ну что же, давайте выполнять. Не надо даже к ней бежать, получается. Все, в принципе, сделали. А что мы получили в подарок от нее, я так и не понял. Хм, странно. Ничего, по-моему. Кстати, ребята, вот это вот, знаете, что такое? Вот это вот ерунда, получается, при смерти. И оно копится до пяти стаков. Поэтому желательно вот эту фигню всю снимать. Видите, у нас идет смертельная рана, сытость минус пять, минус два процента к сопротивлению кровотечению и минус десять ОЗ процентов. Так, это у нас, если я не ошибаюсь, находится вот здесь. И если я не путаю, то это у нас сейчас. Вот она. Нет. Вот она. Зелье регенерации. Это зелье позволяет легче пережить период перерождения. Выпей его, чтобы снять побочные эффекты от гибели. Вот, ребята, юзаем ее. И, как видите, у нас это дело исчезает. Все. Ну, что же у нас за очередные интересные задания. Какие вообще есть? По-моему, ничегошники нету. Пойдемте зайдем в гости к нищенке. Может быть, она что-то нам еще подскажет. Кстати, подожди, а здесь я могу что-нибудь сделать? Замок. Цитадель. Давай, конечно, сделаем. Разнорабочие достижения получил. Так, а что я еще могу сделать? Ага, не хватает веревки. Пять штук. Ну, ворон, давай с тобой побубним. Что ты мне хочешь рассказать? Соль – залог здоровья. Даже тролли в глубоких пещерах лежат стены, чтобы получить порцию соли. На наше счастье есть более цивилизованный способ ее добыть. Выбить из скалы с помощью кирки или купить у торговца в храмовом городе. А зачем я и так ее добыл? Хе-хе, добавлено. Две муки он мне дал. Все, понял. В общем, ребята, нужна нам веревка. А веревка я знаю, где делается. Это, естественно, в наших мастерских. Вот здесь вот мы ее можем сделать. Так, давай-ка сделаем. Пять штучек надо было, да? А у нас хватит. Должно хватить. Что ты там окришь, кряхтишь-то, как этот? Ну. Я не могу понять. В наличии пишет ноль. Почему в ноль-то? Две веревки. Погоди-ка, погоди-ка. А что-то ты как-то уже больно... Ах, вот оно что. Горючей смолы ты очень много требуешь, да? И шерсть тебе еще нужна. Хорошо. Мы тогда сделаем так, ребята. С вами на запас изготовим горючей смолы и пойдем добывать шерсть. Ну, шерсть как... О, смотри-ка. Лежит. Ага, лежит. Хе-хе, думал, лежит колбочка. Подожди, это вообще не то. Это у нас кулинария. Или то. Нет, не то, по-моему. Хотя то. Не кулинария нифига, а алхимия. Че я несу-то? Так, ну что, давай. Где у нас тут масло? Эфирное. Что делает эфирная? Основа для лучших зелий. Вот так вот. Брага. Горючая смола. Не хватает нам, ребята, смолы. Смола, я так понимаю, находится на поверхности где-нибудь там. Типа янтаря, наверное, да? В общем, в любом случае нам придется опять выбираться наверх. И, между прочим, мы можем же с вами броню хоть какую-то сделать, так? Че я бегаю в костяной какой-то тряпке, так скажем? Надо же что-нибудь замутить посолиднее, я думаю. Вот, смотрите-ка, у нас тут что есть. Медный... Медный пояс, например, можно сделать вполне. Давай-ка сделаем. Так. Медные сапоги. Так, медные сапоги. Медные наручи. Ну и что же еще тут? Все. Так, отлично. Давайте теперь все это дело расставим. Блин, как-то неудобно и на мышке, и на клаве играть. Ой, и на мышке, и на клаве, и на джойстике, и на мышке. Приходится все время переключаться. Так, давай мы возьмем наручи. Мы возьмем бронзовые сапоги. И пояс. Вот так вот. Так, щит. Ну, щит у нас нормально. Меч, конечно, немножко покоцанный. Ну, терпимо, короче. Ну вот. Я, наверное, думаю, что мы так будем себя лучше чувствовать. Так, ну теперь, наверное, я думаю, пора нам сходить к нищенке, к этой. Посмотреть. Может быть, она даст какое-нибудь очередное задание. А она, вообще-то, нам обещала... О, здорово, орлы. Хе-хе-хе. Как жизнь молодая. Я тоже рад вас видеть. А, кстати, что нам нужно, чтобы построить... Тут, смотрите, можно курятник, теплицу. Хм. А здесь не хватает веревки. Кстати, подожди-ка, а стены? Стены же можем, по-моему, здесь сделать. Во. Давай. Опа. Нифига у нас. Расширилось как. Башни. Так, подожди, скелет прет. Как вы достали? А что вам здесь надо? Третесь все, а? Так и будет без конца бегать. Так, башни, короче, построите. Смотровую башню из дерева. Защита тотема и ваших подземелий. Ну, давай. Да ядрё на того же. Ну, что ты прёшь-то, а? Бесконечно. Всё, отгрёб своё. Партизан. Так, смотрим дальше. Тут стены. Ну, это, я так понял, можно их укрепить. Башни тоже можно укрепить. Но, опять же, нужна верёвка. Да, пять штук. Закалённый болт. Закалённый болт. А это обычный болт. Это я так имею... Подожди, это для башни, видимо, да? Чтобы она защищала сама себя. Хорошо, давай мы теперь сделаем... Овчарня. Построить, предположим. Так, войти. Прямо в неё, что ли? Так, нужна солома. Десять штук. Десять штук соломы. И что у нас из этого получится? Ага, это будет у нас глиняная овчарня. Ну, глиняная, я думаю, что получше, чем деревянная. Поэтому пойдёмте, ребята, дальше за добычей. Так, древесина нам всегда нужна. Как же без неё-то? Без неё нам никуда. Так же я смотрю, там вон яблочки какие-то, сейчас заберём их. Ну, ай-яй-яй, топор сломался. Плохо. Что это там у нас? Хурму дикую мы собрали. Обалдеть. Откуда она здесь растёт? На севере-то хурма. Так, хмеля взяли. Будем пивко варить. Дайте-ка камни мне эти собрать. Камни, веточки, всё это. Одуванчики. Всё это нам пригодится в дальнейшем. Грибочки, естественно. Для алхи... Так, подожди, ты гриб-то собери. Родной ты мой. Что у тебя там за отрыжка? Мерзкая такая. Так, нам нужна солома. Да что ты... Это ты кучу тут наложил? То есть ты не можешь таскать, я так понимаю, да? Так и скажи нормально. Не могу таскать? Иди сюда, овца. Удивляешь меня, парень. Да, видимо, ребята, у нас весь инвентарь завален. Поэтому придётся немножко разгрузиться. Ну и к нищенке, соответственно, подойдём чуть-чуть попозже. Хурма, шурма. Да, и топорик заодно сразу же сделаем. Чумы. Погоди-ка, а вот здесь вот я что могу сделать? Опять ворон летит. А здесь не могу поставить теплица. Что теплица нам даёт? Теплица нам дофига чего даёт. Но, ребята, как видим, не хватает опять же верёвки. Ну давай, ворон, что надо тебе? Мой хозяин большой любитель хмельного мёда. Настолько большой, что однажды даже соблазнил уродливую великаншу. Лишь бы добраться до... Да, впрочем, речь не об этом. А о том, что хмельной мёд делается из мёда. Логично. Обычного. Как насчёт того, чтобы принести мне пару баночек? У меня в гнезде намечается небольшая вечеринка. Ах ты плут. Смотри-ка, он мне даст медовые оладья. Давай выполним. Спасибо тебе за медовые оладья, ворон. Прилетай ещё. Мне очень нравятся медовые оладья, ребята. Так, ладно, давайте заходить. Выкладывать, соответственно, всё, что у нас здесь накопилось. Ненужный хлам, короче. Давай открывать сундук. Ну и что же мы выложим? Блин, нифига у нас тут, ребята, хлам это. Давай вот эти вот. А интересно, а можно с этими мечами что-то сделать? Переработать их как-то или что-нибудь ещё в этом духе? Не хотелось бы, конечно, весь этот хлам держать у себя. К тому же ненужный, в принципе-то, сапоги вот эти. Зачем они мне нужны? Или их просто выкидывать? Ядрёно ты вошь, а тут-то всякого всего, блин. Чё хочешь тут у меня? Шкуры кроликов. Всё по жрачке, шишки эти. Так, давай мясо выложим. Слушайте, я думаю, что мясо, наверное, можно будет потом закоптить или завялить. Наверняка. Стопудово вам говорю. Так, давай морковку, капу. Вот, будем щита с вами варить, а? Так, медь выложим. Можно это как-нибудь попроще-то сделать? Я не знаю. Ага, вот так вот, если мы сделаем. О, всё, переложил в сундук. Вот это уже хорошо, ребята. А то я тут парюсь по одной предметинке. И вот здесь, да, тоже так. Оп. Всё. Отлично, ребята. Всё вроде бы хорошо и в то же время нехорошо. Знаете почему, ребят? Потому что мне нужно сделать себе топор. Топор у нас делается из чего? Примитивный колонн. Ах, мне, значит, не нужно с собой таскать вот эти камни, веточки, если они у меня лежат там якобы в сундучках. Всё, я понял. Отлично. То есть, главное, что эти ресурсы у меня есть. Замечательно просто. Ну что же, теперь я пошёл со спокойной душой, ребята, добывать. Ну что ты, ворон, опять-то прилетел, ёлки-палки. Давай, рассказывай, что ты там. Ты помнишь свои похороны? Ты чё несёшь-то? Как соратники положили тебя на дракар, а затем вернулись на берег. И пировали три дня и три ночи, перечисляя твои подвиги и победы. А они не сомневались, что ты отправишься в Алгалу. Но ошиблись. Ты здесь, и это высшая честь. Ведь именно тебе, владыки Асгарда, доверили спасать все девять миров. А потому добудь-ка мне десяток птичьих перьев. Вот только давай без этих взглядов и нахмуренных бровей. Я щедро вознагражу тебя. Я вижу, ты мне дашь, блин, десять стрел, которые ты мне уже пендрючил. Что там? Воин-ладык храмового города требует доказать твою верность. Так, подожди, блин. Ах, вот что, у меня башня. Вот это хорошо, ребята. Вот это уже отлично. Башня, значит, у меня может сама за себя постоять. Защищается, короче. Если бы я это знал раньше, я бы прочитал спокойненько, что там было за задание. Так, ну что, получаем награду. Кстати, ребята, вы знаете, кто такие жрецы смерти? Нет? А я вам сейчас расскажу. Я вам сейчас расскажу. Мало того, что я расскажу, я вам даже зачитаю это все дело. Смотрите. Вы представляете, ребята, да? То есть, вот эти вот, как бы сказать вам, жрецы, да? Ну и ведьма тут какая-то еще есть. Будут у тебя периодически, время от времени, что-то требовать. И их не колышет, есть ли у тебя эти ресурсы или нету, где ты их достанешь. Их это абсолютно не волнует. Если ты это не добываешь за определенный срок, извини, братан, получи расплату. Так что, ребята, будет еще та, как говорится, игруля у нас тут. Так, советы бывалых. Избегайте земли, где свирепствует засуха. Берегите здоровье. Бедствие будет продолжаться несколько дней. Спасибо большое. Так что, ребятушки, придется вот, хочешь не хочешь, блин, выполнять их не чертово задание. Нравится нам это или нет. Иначе будут крантарики. Начнутся, конечно, с маленьких, я так понимаю, походов. Да, там обычные там скелетики пойдут. А потом... Потом будет очень и очень сурово все. Ладно, ребята. Поэтому нам и нужно и укрепляться, и усиляться, и как бы, грубо говоря, готовиться к самому худшему. Жизнь здесь не будет нам малиной. Так, ну что, нищенка здесь, по-моему, у нас, да, сидит? Или я ошибаюсь? Нет, нищенка не здесь. Поэтому сваливаем. Ой, у меня, кстати, с едой-то. Еда-то... Давай, кушай. Блин, придется, наверное, все тут слопать, да? Да, как-то уж мало восполняет нам здоровье нынешняя еда. Или мы просто такие проглоты? Давай, 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 давай. Сосинка, падай. Короче, ребята, суть такова, да? Мы видели, погибли, получается, как бы, наш персонаж. И его кореша, короче, отправили в Асгард, да, на лодочке. Но лодочка, как мы видели, сгорела почему-то, непонятной нам причине. И мы где-то тут затормозили. В перекрестии, так скажем, миров, блин. О, уровень второй охотника получили. И наша суть теперь... Объединить, я так понимаю, или защитить все эти девять миров и стать великим... Опа! Интересно, а вот эта вот дикая хрень или нет, а? Слушайте, ну, выглядит ужасающе. Ну-ка попробую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хе-хе-хе-хе. Ну, а заодно... Ну, прикольно было, если честно. Так, и вообще, что сюда вышел-то? Что мы тут нам надо собрать? Ну, понятно, нам нужна смола, там тыры-пыры троллевали, все дела А, нам же еще шерсть нужна Иди сюда, родная Что ты так долго бьешь, ты эту веточку? Сейчас, сейчас я тебя прибью маленько, подожди Кстати, ребята, а как нам... Действительно, а как же нам поместить этих овец? Вот этих вот овец К себе, туда, ватару эту Иди сюда А? Кто мне скажет? Как это сделать можно? Подожди, медок, медок, медок там не нужен Вот так вот, забрали Кролик, извини Немножко тебя прибил Слушай, как ни странно, здесь очень много овечек Но они мне нужны К себе, чтобы мне не бегать лишний раз И не добывать их Это было бы хорошо Эй, смотри, раненая Оп Далеко не бежит Жалко, конечно, свинюшку Но кушать-то тоже хочется, ребят И птичку тоже надо Вот так вот И лягушку для алхимии тоже надо Шлепнуть Ну и хурму, естественно, надо Я обожаю хурму, ребят Так, яйца заберем Я люблю, что здесь очень много, ребята, всяких предметов Очень много Слушай, пруга какая-то начинается Ну давай посмотрим Так, опять ворон бежит Да чтоб тебя Ну давай, что опять-то там Пауки Ух, и жуткие твари, верно? Чем больше, тем страшнее Мелкие еще ничего Зажмуришься, клюнешь и готово Но те, которые побольше Аж дрожь Провирает И главное Кругом их полным-полно В какой мир не залетишь Там обязательно все с пауками воюют Но хватит попусту языком трепать Вот тебе задача на храбрость Добудь мне пяток паучьих коконов Из них у нас в Асгарде Отличную настойку делают Нет, ты, ворон, конечно, молодец Да, где я тебе возьму, блин, эти коконы-то паучьи Эй Карту бы хоть дал бы Говнюк мелкий Так, что у нас тут за получение награды? А, это ультиматум от жрецов Он выполнен у меня или нет? Давай-ка выполним, нафиг Побыстрее Нужны были им камни Ладно, камни я им сделал Да, был Так, хорошо Давай-ка посмотрим, что у нас вот здесь вот Чертова веревка нужна, да? Две штуки Так вот, ребят, вот сюда Вот как мне в эту, в овчарню Так, смотрим Рецепты Рецепты Овчарня Хм Это уже будет глиняное Забрать продукцию Я бы с удовольствием забрал Но для начала бы мне Нужны сами овечки По идее-то А что так музыка вдруг Накалилась? Не надо, не надо мне никаких этих Так Для чего я сюда пришел? Кто мне скажет? Если бы я сам бы помнил Так, мне нужна, ребят, веревка Блин, у меня горючей смолы мало Ага, смотрите-ка Ловушка из прутьев Чтобы поймать мелких животных Размести ловушку Неподалеку от их мест обитания Дровяной светильник Слушайте, а ловушка из прутьев Рассчитана для того, чтобы я смог поймать овцу Пока не сделаем, ребята И не проверим Так и будем сидеть и гадать Вы знаете мой принцип Делаем Потом убеждаемся Все, ловушку я якобы создал Теперь можно идти на охоту за овцами Нет, ну, конечно, все это хорошо, ребята Все отлично Но на этом, пожалуй, мы будем с вами завершать эту серию Всем большое спасибо за просмотр Если вам понравилось и вы хотите продолжение Вы знаете, что делать Так что всем пока Всем удачи И до скорых новых видосиков, ребят Субтитры подогнал «Симон»